Сегодня мы послушаем яркий отрывок из воспоминаний уникального человека, советского артиллериста Николая Константиновича Шишкина, который сумел уцелеть и пройти всю войну. Воевать начинал на полковой пушке, а закончил командиром батареи самоходных артиллерийских орудий ИСУ-152. Полное интервью вы можете почитать в замечательной книге Артема Драбкина «Я дрался с панцерваффе». Давайте послушаем, как летом 41-го года ничего не подозревавшие финны, которые планировали взять полуостров Ханку за пару дней, обломали там зубы и умылись кровью. Инженером полка у нас был лейтенант Репнев, мастер своего дела и большой выдумщик. Он установил не только мины, но и управляемые фугасы и камнеты. В земле выкапывалась конусообразная яма, в которую закладывался пороховой заряд, а сверху клался мешок камней. Нам сказали, что что-то будет и поставили задачу не пропустить врага. Стрелять можно было только в случае атаки противника. А так имелся строжайший приказ не стрелять, чтобы не спровоцировать войну. У нас даже был такой случай. Водитель приданного нам трактора консомолец, Емельян, при чистке пулемета, случайно дал очередь. Его взяли в особый отдел, как провокатора войны, но через некоторое время отпустили. Мы его спрашиваем, но, Емельян, как ты? Приказали молчать. Вот такая хохма. И тут 22 июня война, а у нас тишина, ничего не происходит. Только в ночь на 1 июля началась артподготовка, продолжавшаяся часа два, после которой финны полезли на наш дзот. Так вот, 22 июня мы по радио услышали, что началась война. В тот же день два наших истребителя сбили немецкий разведчик Ю-88, а на земле тишина. Обстановку мы не знаем. Нам сказали, если начнется, стреляйте, отбивайтесь. 22 июня финны первый раз открыли по нам артиллерийский огонь, но в атаку не пошли. А в часа три ночи, какая там ночь, светло как днем, на 1 июля уже началась артподготовка, которая продолжалась два часа. Весь лес горел, лупит по нашей точке, грохот стоял страшный, камни раскалывались, разлетаясь в стороны. Мы сидели в блиндаже для расчета, а пушка стояла на площадке, прикрытая бетонным брусфером. Наши в ответ стреляют. После артподготовки финны пошли в атаку сплошными цепями. Впереди нас, чуть левее и правее, находились два пулеметных дота, которые могли вести фланкирующий огонь. Наше орудие их прикрывало, находясь на некотором удалении, в вершине условного треугольника. Надо сказать, что перед пулеметными дотами, ближе к границе, был выставлен секрет. В тот день в нем дежурили сержант Сокус и рядовой Андриенко. Все думали, что они погибли, поскольку по ним и своя, и их артиллерия била. Да и цепи атакующих через них шли. Но после боя они вернулись, да еще с собой несколько человек пленных пригнали. За этот бой сержант получил звание Герой Советского Союза, а рядовой был награжден Орденом Ленина. Когда финны пошли в атаку, мы начали стрелять. Работали на коленях, чтобы не высовываться над орудийным щитком. Финны начали залезать на доты. Стреляем картечью, а точнее чем придется, поскольку времени выбирать снарядов нет. Сашка Кривцов, здоровый вязкий грузчик, кидал пушку направо и налево. Причем не раз бывало, что выстрел происходил в тот момент, когда он еще не успевал полностью отпустить на землю. Мы уже без наводки стреляли, лишь бы снаряд летел в сторону противника. Зарядили орудие, выстрел, а выстрела нет. Открываем замок, гильза выскакивает, а снаряд остался в канале ствола. А тут атака идет, пулеметные очереди. И тут Сашка Кривцов решился на подвиг. Кричит, ложись, и схватил банник. Мы, естественно, легли. В случае, если выстрела не произошло, положено снаряд аккуратно выбить полубанником, который толкает снаряд в плечи, не касаясь взрывателя. Банник же плоский и ударяет прямо по взрывателю. А где этот полубанник искать? Сашка выскочил под пули и банником вытолкувал снаряд, который, слава богу, не возвращался. Сашка был награжден орденом Красной Звезды. Вообще, с наградами там была такая история. Я вместе с наводчиком и нашим командиром батареи был представлен к ордену Боевого Красного Знамени. Командир батареи его получил, а мы нет. Наверное, представления наши затерялись. Ведь представление к ордену мог подписать только командаром, а ребята, которых представили к ордену Красной Звезды и медалям за отвагу, их получили, поскольку наградные листы могли подписывать командир и полка дивизии. Так что их уже недели через две наградили. А потом, когда уже прибыли в Ленинград, посмотрели, а у меня награды нет. Ну и дали медаль за отвагу. Так вот, два часа шоу-боя. Два раза финны атаковали. Им даже удалось приблизиться к моему орудию метров на двадцать. Но мы выстояли, уложили порядка двухсот солдат и офицеров. К концу боя у меня оставалось только шесть снарядов. Был ранен подносчик озеров. Короче говоря, когда это все закончилось, с орудия слезла краска, а у нас из ушей и носа шла кровь. Швеллеры, которыми был перекрыт наш дзод, гудели так, что мы совершенно оглохли. Потом уже выяснилось, что мы приняли на себя главный удар. После этого боя наш вес расчет заменили, а нас отправили в госпиталь, где мы примерно неделю приходили в себя. У нас полопались барабанные перепонки. Что мы говорили, друг друга не слышали. В госпитале мы отдохнули неделю и вернулись на передовую. Огневая точка была разбита. Маскировка вся слетела. Камни раскололись и рассыпались. Мы сменили огневую позицию, сделав дзод немного в стороне. У поселка замаскировали его под сарай. Вообще-то позиции приходилось часто менять. Практически после каждого боя. Вот так мы и держались 164 дня. Нас заваливали листовками, в которых говорилось. Вы герои, но ваше положение безвыходное. Сдавайтесь. Белым-бело было от них. Но мы их тоже заваливали таким добром. Я помню, на одной из листовок был нарисован Маннергейм, лижущий щетинистую задницу Гитлера. Музыку нам ставили Стеньку Разина, Катюшу и другие песни. Но мы воевать не забывали. Обстрелы были беспрерывные, а каждые 2-3 недели они повторяли попытки прорваться. Но такая была оборона у нас, и такие люди ее держали. Что не дали финнам продвинуться ни на шаг. Уже под конец частенько давалась команда замолчать. Мы не стреляли весь день. Никто не ходит. Создаем видимость эвакуации гарнизона. То, что она будет, никто не сомневался. Мы были фактически отрезаны от основных сил. Нам завезли лыжи. Это потом я уже выяснил, что у командования был план прорваться по берегу. Но я не думал, чтобы кто-то смог выжить в этом походе. Пройти 400 километров через позиции финских войск было нереально. Так вот, после такой паузы поступила команда открыть огонь и не жалеть снарядов. Мы перепашем всю полосу в километре от переднего края. Потом опять ведем вялую перестрелку. Проходит пара недель, мы опять замолчим. Проходит день, опять врежем, опять все перепашем. 1 декабря в полдень была дана команда прекратить огонь. Наш полк отходит последним. В 12 часов ночи нам было приказано оставить орудие, выбросить замки и пешком отходить. С собой катили только мое орудие, как героическую пушку, начавшую войну. Говорят, что она сейчас стоит в Ленинграде, в музее. С Ханку нас эвакуировали морем. Наш корабль шел впереди каравана последних судов, покидавших полуостров. Мы видели, как подорвался дизель-электроход Сталин. Мне потом солдат из моего расчета, Ахмед Галиев, который был ранен в обе руки, рассказывал, что началась паника. Поднялась стрельба. Он по вентиляционной трубе выбрался на палубу. А когда подошел тральщик, то он, закрыв глаза, лететь-то надо было метров 10, прыгнул на его палубу. Он потерял сознание, а очнулся, когда его внесли в госпиталь. Но через пару недель он уже вернулся к нам в полк. На базе нашей бригады была сформирована 136-я стрелковая. Впоследствии 63-я гвардейская стрелковая дивизия, командовать которой назначили полковника Симоника. Это был грамотный командир с большим опытом и практикой, умевший готовить войска, выдвигать толковых командиров. Из воспоминаний Николая Константиновича Шишкина, участник финской и Великой Отечественной войны, за время боевых действий и в послевоенные годы награжден девятью орденами, двумя медалями за отвагу. Интервью Николая Константиновича – это очередное доказательство того, что перелом в войне – это огромная заслуга именно тех советских солдат и офицеров, кто сражался и умирал летом и осенью 41-го года. А у нас на сегодня все. Спасибо за ваше внимание. С вами был канал, чтобы помнили. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok